Здравствуйте, друзья! У меня сегодня к вам вот такая задача. Очень часто на наших очных уроках выбирают работы балеринок, танцовщиц и даже вот обнаженки какие-то такие нежные. Очень часто выбирают. И я хочу вам показать, как бы это можно было бы исполнить легко. Вы видите мутное пятно фановое, очень мутное, маловнятного цвета. То есть это акварель, которую мы с вами переведем на язык масла. Но мутный характер, акварельный характер, языком масла мы попытаемся сделать. Итак, фановое пятно никакого цвета. Посмотрите, палитра была только что в бою. Я просто продолжаю этой же палитрой пользоваться. Коричневый, который там был, плюс зеленый-бирюзовый. И наполним веществом краски весь холст. Бирюзовый и коричневый, бирюзовый и розовый, бирюзовый и красный кадмий. Очень хорошее сочетание. То есть бирюзовый и антицвет какой-нибудь теплый. А бирюзовый у нас холодный цвет. В разбеле очень холодный. Всегда дадут красивое сочетание. Итак, мы вот этой грязцой, получившейся грязцой цвета, можем избавиться от белого, создав среду обитания. Просто среду обитания с лякотным замесом. Именно с лякотным замесом. Вы видите, в каком состоянии краска на холсте. Подобную задачу выполняйте и вы. Обратите внимание на характер укладки, который я делаю. То есть я не раскрашиваю холст. Не раскрашиваю. Я его запачкиваю. С некоторой энергией движение кисти против шерсти. Штриховательное звучание придаю. Штрих в живописи. Это их благородие. Поэтому никогда не брезгуйте штрихом. Вот сейчас стало различимо, что голова явно крупновата. Поэтому съедим и лобик. И затылочек чуть-чуть. Вы видите, можно вымакиванием. Палец в тряпку. Постоянно пользуются тряпкой палец. Чтобы уменьшить головочку. И еще раз обнаружим свет из-под теневой. На сей раз из-под смуглого теневого подбородка. И тоже подотрем этот выразительный свет. Еще прежде, чем положим туда густую краску. Делаем мы это, напомню, для того, чтобы уточнительная работа не стала серьезной ремонтной работой. Хочу вам также сообщить, что, когда мы рисуем конечности, очень важный момент, не только само направление, направление, углы и сгиба конечностей важны. Но важны те геометрические фигуры, которые появляются между этими сгибами. Обратите внимание, практически квадратное состояние вот этого пятна. между рукой и шеей и грудью. Вот эту трапецию для себя тоже внятно стоит определить, насколько она похожа на то, что сделано у нас. И тогда, когда мы некоторого результата правильного добились этих углов, можно двигаться дальше. Сейчас я еще немножечко отсеку светом вот в этом пространстве, чтобы голова внятно отделилась от фона. Стало жить в пространстве. Свет из-под теневой. Очень сильный ход для показа пространства. Немножко подмышечная теневая. Ну, не в смысле волос, в смысле, что там тень живет в нашей картине. Несколько густая тень. Несколько смуглая. Обратите внимание, нет нигде жесткого линейного рисунка. Все мутно, все призрачно. Касания вялые, тихие. Тональности только на полтональности. Все это дает хорошие эффекты для всей картины. Вы видите, сейчас еще вот зеленоватость подложил. И головочка действительно прозвучала уже, как ягодка на свет. Она как будто прозрачная. Как пальчик, который на солнце, мы смотрим, или ушко на солнце, смотрится, ну, как прозрачная. Как стеклышко. Оттеночки. Тут зеленца. Тут розовиночка. Штрих по форме. Кадмий красный плюс зеленый. Хорошее сочетание цвета. Плюс зеленый, в данном случае, бирюзовый. Бирюзовый вообще дружит с коричневыми и красными. И тоже некоторая размытость. Хотя, вы видите, легкая темнота дает эффект очертания ноги. Тень от ноги здесь, которая тоже расползается в теневом мареве. Зигзаг тени здесь. И вы видите, как в первый слой красиво и вкусно вписывается сейчас та небольшая мера краски, которую мы загоняем. Можно и вытирать красочку, вытирая палец в тряпку, как бы вымакивать. И добавлять, и дополнять вещества, если надо. Все такое протертое, притертое. Ну и встретимся на втором сеансе для того, чтобы увидеть, как бы это можно было бы еще подописывать по сухому. Когда краска просохнет, а краска здесь просохнет через 2-3 дня и можно будет смело снова дописывать. У меня просьба, которую я теперь буду делать на каждом урочеке нашем. Не покупать видео и материалы на пиратских сайтах. Пиратскими являются все те, которые не указаны будут сейчас на экране. На экране будут указаны мои сайты, сайты моих друзей и родственников. Ну и конечно же пиратские сайты наносят экономический ущерб нашему делу, Вашему обучению и моему стремлению создавать новые видео. Подобную работу можно выполнять и с фотоматериала. Балеринок сейчас фотографируют много. Вы выбрав фотоматериал и взяв за основу эту идею исполнения, Можете неплохо себя проявить. Уже как не в копировании, а в творческом. Кто чувствует силы в рисунке, можете так поступить. Ну, до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok